Детям о войне Есть много писателей в России, которые пережили Великую Отечественную войну и участвовали в ней. Они потом писали книги. Один из них Анатолий Васильевич Митяев. Одни его рассказы о деревенской жизни. Он сам подолгу жил в деревне. Там у него был дом, и он хорошо знал быт и уклад, и особенности деревни и ее жителей. У других рассказов тематика военная. И не случайно 17-летний мальчишка Анатолий Митяев летом 1942 года ушел на фронт добровольца. Служил он рядовым в гвардейской минометной дивизии. На третий день пребывания в армии он уже был в бою. Подробности четвертого дня вы можете узнать из его рассказа «Треугольное письмо». Война на всю жизнь определила его отношение к делу и к людям. С фронта Анатолий Васильевич вернулся уже взрослым человеком. Круть его украшали боевые награды. О себе он всегда говорил очень скромно. А о героях Великой Отечественной войны он написал очень много интересного. Сегодня мы с вами будем читать рассказ Анатолия Митяева «Мешок овсянки». В ту осень шли долгие холодные дожди. Земля пропиталась водой, дороги раскисли. На проселках, увязнув по самой оси, в грязи стояли военные грузовики. С подвозом продовольствия стало очень плохо. В солдатской кухне повар каждый день варил только суп из сухарей. В горячую воду сыпал сухарную крошку и заправлял с солью. В такие голодные дни солдат Лукашук нашел мешок овсянки. Он не искал ничего, просто привалился плечом к стенке траншея. Глыба сырого песка обвалилась, и все увидели в ямке край зеленого вещевого мешка. Но и находка, обрадовали солдаты, будет пир горой. Кашу сварим! Один побежал с ведром за водой, другие стали искать дрова, а третьи уже приготовили ложки. Но когда удалось раздуть огонь, и он уже бился в дно ведра, в траншею спрыгнул незнакомый солдат. Был он худой и рыжий, брови над голубыми глазами были тоже рыжими, шинель выношенная, короткая, на ногах обмотки растоптанные башмаки. «Эй, братва!» — крикнул он с сиплым простужным голосом. «Давай мешок сюда! Не клали, не берите!» Он всех просто огорошил своим появлением, и мешок ему отдали сразу. Да и как было не отдать? По фронтовому закону надо было отдать. Вещевые мешки прятали в траншеях солдаты, когда шли в атаку, чтобы легче было. Конечно, оставались мешки и без хозяина. Или нельзя было вернуться за ними. Если атака удавалась, надо было гнать фашистов дальше. Или погибал солдат. Но раз хозяин пришел, разговор короткий — отдать. Солдаты молча наблюдали, как рыжий уносил на плече драгоценный мешок. Только Лукашук не выдержал, съязвил. «Вон он какой тощий! Это ему дополнительный паек дали! Пусть лопнет! Если не разорвется, может, потолстеет!» Наступили холода, выпал снег. Земля смертлась, стала твердой, подвоз наладился. Повар варил в кухне на колесах щи с мясом, гороховый суп с ветчиной. О рыжем солдате и его овсянке все позабыли. Готовилось большое наступление. По скрытым лесным дорогам, по обрагам шли длинные вереницы пехотных батальонов. Тягачи по ночам тащили к передовой пушке, бегались танки. Готовились к наступлению и Лукашук с товарищами. Было еще темно, когда пушки открыли стрельбу. Посветлело, в небе загудели самолеты. Они бросали бомбы на фашистские блиндажи и стреляли из пулеметов по вражеским траншеям. Самолеты улетели. Тогда загромахали танки. На ними бросились в атаку пехотинцы. Лукашук с товарищами тоже бежал и стрелял из автомата. Он кинул гранату в немецкую траншею. Хотел кинуть еще, но не успел. Пуле попало ему в грудь. И он упал. Лукашук лежал в снегу и не чувствовал, что снег холодный. Прошло какое-то время, и он перестал слышать грохот боя. Потом свет перестал видеть. Ему казалось, что наступила темная, тихая ночь. Когда Лукашук пришел со здания, он увидел санитара. Санитар перевязывал рану, положил лакушука в лодочку. Такие фанерные саночки. Саночки соскользили, заколыхались по снегу. От этого тихого колыхания у Лукашука стала кружиться голова. А он не хотел, чтобы голова кружилась. Он хотел вспомнить. И видел этого санитара, дружего и худого, выношенной шинели. «Держись, браток, не робей, жить будешь!» Слышал он слова санитара. Чурился Лукашу, что давно он знает этот голос. Но где и когда слышал его раньше, вспомнить уже не мог. В сознание Лукашук снова пришел, когда его перекладывали из лодочки на носилки, чтобы отнести большую палатку под соснами. Тут в лесу военный доктор вытаскивал у раненых пуль и осколки. Лежа на носилках Лукашук увидел саночку-лодку, на которую его привезли в госпиталь. В саночках ременными постромками были привязаны три собаки. Они лежали на снегу. На шерстенной мерзли сосульки. Морды обросли ением. Глаза у собак были ползакрыты. К собакам подошел санитар. В руках у него была каска, полная овсяной болтушки. От нее валил пар. Санитар воткнул каску в снег. Поостудить. Собакам вредно горячее. Санитар был худой и рыжий. И тут Лукашук вспомнил, где же видел его. Это же он тогда спрыгнул в траншею и забрал у него мешок овсянки. Лукашук одними глубами улыбнулся санитару и, кашляя, задыхаясь, проговорил. А ты рыжий так и не потолстел. Один слопал мешок овсянки, а все худой. Санитар тоже улыбнулся и погладил ближайшую собаку. Ответил. Овсянку они съели. Но тогда везли тебя в срок. А я тебя сразу узнал. Как увидел в снегу, так и узнал. И добавил убежденно. Жить будешь. Не робей. Искренне, просто и пронзительно. Митяев в своих произведениях говорит о суровых буднях солдат во время Великой Отечественной войны. Герои рассказов писателя вступают в свой первый бой. Переживают. Борются со страхом. Перед громадой вражеского танка. Учатся жить по законам фронтовой жизни.